Государства, чиновники, которые представляли, говорили, что нас не распространяется, приводились ли им статьи законов о нормативных правовых актах и народных договорах, в которых прямым текстом прописано, что международные пакты являются частью белорусского законодательства и подлежат приоритетному и непосредственному добросовестному исполнению. Я абсолютно с вами согласен, Борис, что именно этого ожидали от них все. Но было с точностью да наоборот. Они делали голословное утверждение, дословно это звучало примерно так, что в случае конфликта между нормами международного договора и национальным законодательством мы будем руководствоваться национальным законодательством. Но члены комитета, один из членов комитета, я не помню его фамилию, нашел Конституцию Беларуси на английском языке и цитировал сотрудникам государственных органов положения Конституции. Это касалось вопроса о исполнении рекомендаций по индивидуальным сообщениям в комитете по правам человека. И сотрудник, не сотрудник, а член комитета, рассказывал сотрудникам государственного органа, что Конституции предусмотрено право на обращение, которое коррелирует с ответственностью государства что-то потом делать с рекомендациями, полученным по этим обращениям. Поэтому это прозвучало, но не от государства, а от члена комитета. Нет, это понятно. Но я имел в виду вот альтернативный доклад. Вы как правозащительное сообщество присутствует. Кто-нибудь из вас вообще-то имел возможность задать вопрос, для прямым текстом сказать, почему вы врете, почему вы нарушаете собственное законодательство? Вот прямой текст. Борис, да, если ознакомиться с процедурой рассмотрения комитета, если ознакомиться с процедурой комитета, то видно, что это не предусмотрено процедурой. Члены организации гражданского общества, они находятся в зале, они присутствуют, но в диалоге не участвуют, когда отчитывается государство. Но до встречи с представителями государственных органов комитет собирал нас в два этапа. Первый раз, когда были все представители государств, которые отчитывались, их было четыре, представители неправительственных организаций из четырех стран. В общем зале. Мы высказывали свои дополнения к альтернативному отчету нашему, и после этого члены комитета встречались с нами лично. И у нас была возможность, вот общаясь примерно в таком помещении, может быть, немножко шире и помпезней, потому что это был дворец Уилсона, членам комитета рассказывать о том, на что обратить им свое внимание при общении с представителями государства. То есть возможность живого общения с членами комитета была, но вопросов задавать представителям государства процедура не предусматривает. Могли бы вы сказали, а вы задаете им такой-то вопрос, почему они сочи, собственно, закона? Так это именно так и было, Борис. Вот все, о чем вы говорите, было в ходе этой встречи. И действительно, многие вопросы, ну не многие, но некоторые из вопросов, которые, они же тоже готовились к встрече, и каждый, я так понял, что они между собой распределили по тематике права из пакта. И, условно, на каждого члена комитета, я посмотрел, по 2-3 права приходилось. И они к встрече тоже готовились, у них был какой-то свой пакет вопросов, и они уточняли у нас, как обстоят дела, чтобы сравнивать потом с позицией государства. Поэтому в этом плане они демонстрировали открытость, готовность сотрудничать с организациями гражданского общества, чего не скажешь, что представители государства, они в коридорах даже не очень хотели здороваться, скажем так, в коридорах дворца Уилсона. Окей, спасибо. Есть вопросы? Может, вас, Алексей, или что-то? Нет, не знаю. Я одно дополнение скажу, что во время заседания представитель Следственного комитета назвала дело Белта, дело банальных хакеров, вот. Ну и символично то, что к 70-летию декларации мы видим ту картину, что, в принципе, уголовным делом, по сути, не закончилось ничего. Только Марина Золотова сейчас является обвиняемой по делу Белта, вот. А со всех остальных участников этого дела обвинение снято, и их действия переквалифицированы на административную ответственность. Вот, что, в принципе, позволяет судить о том, что все очень, как бы, было цинично со стороны государства. Вот. Все. Нет, все, что-то было. Если говорить о том, какие рекомендации государству будет наименее болезненно, на мой взгляд, реализовать, это пункт 26 о насильственных исчезновениях. Речь, конечно, не идет о заслуживающем доверии беспристрастном расследовании судьбы местонахождения исчезнувших в конце прошлого века политиках. Но вот пункт А, там, где написано, что реально предусмотреть уголовную ответственность за насильственное исчезновение в соответствии с международными стандартами, я думаю, что на это наша власть вполне может пойти. Причем, как бы, не распространяя эту статью, не обращая ее в обратную силу, вполне они могли бы на это пойти и сказать, да, действительно, мы на докладе говорили о том, что у нас законом это вообще никак не предусмотрено. Сейчас мы такую статью ввели. Если, не дай бог, кто-то еще насильственно исчезнет, мы, конечно, будем разбираться. То есть, вот такое, в принципе, власть сделать могла бы. А по поводу остальных пунктов, тут все достаточно сложно и требует большой проработки и вмешательства гражданского общества, такого очень мощного для того, чтобы их реализовать. Андрей, как ты считаешь, смертная касть проблема? Может, все-таки наши власти решатся на мораторий, потому что снять проблемы? Насколько я понимаю, это позиция личная главы государства, и от этого все зависит. То есть, если кому-то удастся переубедить его конкретно, то тогда может ситуация измениться. Потому что... Казалось бы тоже это довольно легко сделать. Одним расчетом. Для нормального человека это не настолько принципиально, можно так сказать. То есть, обыкновенному рядовому человеку это гипотетически, может быть, как-то касается, когда ему задают вопрос на улице, там, расстреливать, не расстреливать. Но в повседневной жизни это вообще никак ни на что не влияет. Очень интересен, кстати, еще момент, как Прокопеня попытался этот вопрос обосновать для бизнесменов. Когда он на Костричнинском экономичном форуме говорил о том, что жизнь каждого расстрелянного, точнее, стоимость смертной казни в год для нас составляет 250 миллионов долларов. И он вывел эту стоимость из того, каких программ Беларусь не может участвовать в связи с тем, что у нее есть смертная казнь и репутационный риск относительно Совета Европы и прочие-прочие вещи. Конечно, это такой достаточно спорный с точки зрения морали и этики момент, считать человеческую жизнь в деньгах. Но если говорить о той целевой аудитории, кому это доносилось, то они, возможно, услышали это лучше. Поэтому даже такие люди, как главный IT-бизнесмен страны, тоже уже открыто говорят о том, что смертная казнь не должна быть в Беларуси. Ну и здесь я пару слов добавлю. Дело в том, что вопрос смертной казни в Беларуси вопрос политический, и он был с самого начала вопросом политическим, с 1996 года, когда проходил референдум. И на сегодняшний день, как бы это цинично ни звучало, вопрос отмены смертной казни – это вопрос торга между Лукашенко и Западом. И Лукашенко заинтересован в том, чтобы этот товар, как можно дороже, он будет держать до последнего, потому что отменяя смертную казнь Лукашенко ничем не рискует. Он рискует, давая дополнительные возможности для свободы выражения мнений, для мирных собраний, там еще что-то, по политические права расширяя и укрепляя граждан человека. А в этом отношении, в отношении смертной казни, он абсолютно ничем не рискует. Завтра ничего не изменится, если он отменит смертную казнь. В случае, если будет введен мораторий, то протестов сторонников смертной казни? Не будет абсолютно, абсолютно не будет. И, соответственно, он сейчас просто ждет момент, и все будет зависеть от экономики, когда вот этот момент наступит, чтобы он мог что-то выбить под свое такое решение. Кстати, в рамках Палаты представителей действует рабочая группа, которая изучает вопрос смертной казни и так далее. Они уже, оказывается, там несколько лет работают. О их деятельности никто не слышал, но в последнее время, благодаря, в том числе, усилиям посла Великобритании, Соединенных Королевств, Фиона Гибб, они стали ездить по регионам. Пару лет назад вроде в Могилеве были в этом году, в Гомеле были. Ну и проводят встречи, в том числе и с гражданским обществом. Если я просто после того, как в Гомеле прошла встреча, поинтересовался, что председатель этой рабочей группы говорил ранее. Вот он говорил, что смертная казнь, типа вопрос ставить вообще рано об отмене смертной казни в Беларуси и так далее. В Гомеле он уже говорил, что не вижу проблем для введения мораторий. Вот хоть завтра, но проблем никаких нет. То есть риторика меняется в зависимости от политической, ну и в большей степени экономической ситуации. Вам не здаётся, что европейские структуры, они концентруются на смертном покарании и головной тренировке. И что в оси колеи скасовать, то они к этому задоволятся, и уже будут меньше уваги вертать на свободу, там, с долгой сбиральницей. Я не могу сказать, что будут меньше завертать уваги, але тут треба разумеять логику европейских чиновников, які так само люди, яким необходимы выник. И они так само разумеют, что тут можно отримать выник, який можно продемонстровать. Вот мы сделали. Что отыщается там мирных сходов и так далее, я нашел ци свободных сумленных выборов. Ну, зразумело, что Лукашенко хочет помрать, чем пойдет на свободные выборы. Ну, если там не ведут, что сдарится, тогда он погодится, как лечили сумленных. И хуже за все, просто ситуация будет сыпаться, вот тогда сами комиссии начнут лечить сумленных, как это было там в 89-м и в 90-м годе. Законодавство было значительно горше выборча, а ли комиссии сумленных працювали тогда? По поводу смертной казни я не соглашусь с Василием. Я думаю, что Лукашенко как раз очень сильно рискует. А рискует он тем, что вся его политика и, в общем-то, стратегия основана на популизме. И как раз, в общем-то, та часть населения, больше своей массы, которая поддерживает сохранение смертной казни, как раз поддерживает и многие другие популистические его идеи и лозунги. Вспомните ту попытку запретить продавать ночью спиртное, и как в последующем было быстро это отменено. И, в общем-то, и даже был такой, ну, видно было срез, людей опрашивали, и многие люди, ну, скажем так, которые любители, как раз высказывали, что вот наш президент, как вот тот нас поддержал. Я не помню, как это точно было, но проблема как раз в том, что это очень популистический такой идея в сохранении смертной казни, для сдерживания преступности. И вот здесь столкновение цивилизации происходит. Мы, да, в центре находимся европейской цивилизации, но по типу мы абсолютно восточная. По сути, восточная цивилизация, восточный подход. Те характеристики тех нарушений, которые у нас, они похожи на Южную Корею, на Среднюю Азию, другие страны, на Африку, понимаете. Мы по характеру нарушений прав человека, мы абсолютно азиатская страна. Не в обиду тем странам, прогрессивным азиатским, которые гораздо продвинулись стандартам прав человека. Это по поводу смертной казни. Поэтому здесь многие действительно, когда мы занимались проблемой смертной казни, я участвовал в этой кампании, правозащитники против смертной казни, у меня пять дел в комитете по правам человека, которые уже комитет рассмотрел. Эти дела я во всех установил нарушение права на жизнь. И мы долго пытались найти эти причины, почему какие действительно причины лежат в сохранении смертной казни, почему матерям не выдают тела казненных, почему не сообщают место захоронения. Понимаете, отговорки такие ведомственные, и, как правило, они очень-очень тяжело их получить, как правило, они скрываются. В общем-то, здесь столкновение цивилизации, я считаю, по вопросу смертной казни. И Лукашенко очень рискует, потому что в этом плане он такой сильный ретроград. Что касается того, что сказал Андрей Стрижак, я тоже не разделяю оптимизма, Андрей, твоего, по поводу насильственных исчезновений. Мы работали, начиная с 2007 года, в вопросе пропаганды, принятия, продвижения, принятия и ратификации конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Это этим в основном занималось. Василий сказал, что что делать, как внедрять международное право в законодательство Республики Беларусь, то есть имплементировать. Тамара тоже, Тамара сказала тоже, что надо делать. Я хочу сказать, как это делать. Когда я тоже заканчивал в прошлом году, окончил в прошлом году курсы БИШ, и моя работа была имплементация международного права в головы судей, участников процессов и зрителей, потому что в первую очередь имплементация международного права это должна обучать, чтобы знали чиновники. Они этого знать в большинстве не знают и не хотят знать. Поэтому надо на это тратить свое личное время и много времени тратить. Я свои жалобы, особенно в суды, пишу как курсовые работы, как дипломные работы, четко в цепочке все расписывая. Говорят, они читать не будут. Ну, пускай они читают. Когда я выступаю, вот недавно суд был на жалобу на отказ в пикете, я 50 минут лекцию читал. К жалобе я приложил решение КПЧ. Заключение медицинской комиссии по закону о массовых мероприятиях. И еще, когда оглашалось материал и дело, есть такой этап в судебном заседании, судья должна зачитывать. Я ее заставил зачитывать решение КПЧ. Но я пожалел зрителей и своих коллег и не стал настаивать, чтобы судья огласила 27 страниц заключения медицинской комиссии. Я все свои судебные заседания начинаю так. Прошу высокий суд не делить свои знания на выгодные, невыгодные, удобные, неудобные, опасные, неопасные. Прошу проявить принципиальность и мужество. И применить те свои знания. Я хочу сказать так, что судьи, я видел такое неоднократно, когда особенно судов по нетунеядцам в прошлом году, когда каждый, много человек в Могилеве было задержано, и штрафы, и сутки получали, и когда каждый зачитывал по 40 минут, до полутора часов, в зависимости от делок, что там, все, и сначала судьи упирались, не хотели, потом все смотрели, и потом я увидел понимание в глазах. На пятый, на десятый, на какой-то раз, они уже все все прекрасно понимали. Поэтому я считаю, что вопрос, что делать, все понимают. Вопрос, как делать, как технология. Вот один из методов, не жалеть своего времени, писать курсовые дипломные работы четко, и заставлять судей слышать, слушать и принимать решения. И еще, что я заметил, когда человек по тем же массовым мероприятиям, я случайно оказался, я начинаю юлить, увиливать, получал максимально 15 суток. Когда зачитывались эти курсовые работы, дипломные работы, судьи очень напряженно, и хотя даже были случаи, когда сотрудники милиции просили дать сутки, они давали чуть больше минимального штрафа. И это я увидел, что работает. И даже сейчас, вот, и по свободе слова, когда журналистами БелСАД, волонтерами, предыдущие судьи принимали решение по самым штрафовали, то сейчас, вот, последнее дело было, судья просто не принял, отправила назад, милиции дважды присылали, и дважды отправляли назад на доработку. Просто судьи отказываются уже, понимают суть вопроса, именно уже понимают права человека, международное право. И в последний раз тоже дают уже ответы в своих решениях, ссылаясь на международное право. Но дело в том, что они, конечно, пытаются, как в последний раз дали ответ, что это надуманные, надуманные, но все-таки они уже начинают хотя бы перечислять в своих решениях все эти статьи. И самое главное, я хочу сказать, уже говорил, что в законодательстве Республики Беларусь есть восьмая статья Конституции, «Приоритет международного права». Есть две статьи. Одна статья в законе о международных договорах, а другая статья, десятая, в законе о международных правах, актах, где прямым текстом прописано, международные договоры, их нормы являются частью белорусского законодательства, подлежат приоритетному и добросовестному исполнению. И еще в законе о международных договорах прописано, что международные договоры должны соблюдаться в соответствии с Венской конвенцией. А в Венканской конвенции есть две статьи, 27-я и 28-я, кажется, по памяти. И в одной из них написано, государство-участник не имеет права ссылаться на собственное законодательство для оправдания нарушения международных договоров. То есть Беларусь четко, законодательно закрепила приоритет. Но в то же время чиновники отказываются выполнять. Я перебью. Дело в том, что здесь большинство выпускников программы пишут. Здесь третий пункт, который касается свободы мирных собраний. И начинается так, что государству-участнику следует пересмотреть свои законы, подзаконные акты и практику, в том числе закон о массовых мероприятиях. Я думаю, что многие в курсе о том, что разработан альтернативный законопроект о мирных собраниях в Беларуси, который базируется на международных стандартах. В том числе он разработан с участием международных экспертов. Вот и БСЕ, например. И общая практика такова, что если текущий закон, если, не ошибаюсь, на 30% и более не соответствует нормам международным, а наш закон не соответствует, то рекомендуется его полностью отменять и принимать другой. Потому что я думаю, что всем очевидно, что вносить изменения в наш закон о массовых мероприятиях, ну это бессмысленно. Он не станет лучше. Поэтому я хотела обратить ваше внимание, что в принципе к 2020 году мы вполне можем справиться с этим пунктом, если государство проявит такую инициативу. И в сентябре месяце мы рассылали законопроект всем депутатам палаты представителей, он у них в принципе есть, при желании не даже мог к нему обратиться. И с текстом тоже можно ознакомиться, он есть как минимум на сход бай, на весне тоже. Спасибо большое. За данным вопросом вы не пытались прийти на прием хотя бы к депутату, который примерно представляет ваши интересы в вашем округе, или прийти примерно в комиссию по законодательству и так далее, поговорить непосредственно на личном приеме, то есть, как я называю, глаза в глаза. Потому что вот эта рассылка, я иногда читаю на вашем сайте, вот, ну, периодически всегда захожу, читаю, вот, какие-то ваши обращения, у меня единственное всегда вопрос остается открытым всегда. А какой вы ответ получили? И каким образом вы доносили свою позицию? Вы послали? А если послали каким образом? По электронной почте? Или вы в конверте, где там стоят эти подписи? Понимаете? Вот для меня это очень важно. И бываете ли вы на приеме, разговариваете вы с ними? Каким образом вы продвигаете? Продвигаете? Вот мы сегодня как раз говорили, там, адвокации и так далее. Каким образом вы продвигаете? Или вы просто вот послали, у себя на сайте зафиксировали, что у вас это есть, и вот это все красивое древо, которое мы здесь выстраиваем и так далее, оно просто не используется? Каким образом? Да, я поняла. Спасибо за вопрос. Возвращаясь к фактуре того, что было, разослано было в бумажном виде, именно исходя из того, чтобы люди смогли подержать в руках и почувствовать это. На двух языках, на русском и на белорусском. Нет, мы не были на приемах, это действительно хорошая идея, как точки роста, которые можно вот сейчас включить вот в эту кампанию по продвижению, например, этого закона и вообще вот по исполнению вот этой вот конкретной 53-й рекомендации комитета. Поэтому я думаю, что это можно сделать даже целью, задачей совместной работы, запланировать. Было бы хорошо. Ну и ведь помимо как бы депутатов, палаты представителей, у нас есть другие субъекты, законодательные инициативы, с ними тоже имеет смысл работать. Ну а это была вот как такая деятельность, которая была проведена в сентябре, как может быть начальный этап. И да, давайте, давайте работать над этим. Вот знаете, у меня сложилось впечатление, что вот этот начальный этап, он обычно и заканчивается. И все красиво видно. То есть здесь, то согласно. Я тоже так, когда пишу курсовые работы, для них это одно. Вот это требование у нас существовать здесь. Я понял с вашего, я думаю, что и Роман так понял, что вы против того, чтобы давить их, давить здесь, да, а давить там, не с тобой. Нет, а там уже итог. А там уже, если вы сделали здесь. Давить надо и там, и здесь, по полной программе. Я вот примерно считаю, что для того, чтобы требовать, необходимо пройти весь этот путь, и тогда у тебя будет не только юридическое право там, а в том числе и моральное право. А то если мы здесь с ними формально поступаем, вот они на одном полисе, мы на другом полисе, мы им послали бумагу, они нам тоже прислали бумагу, и мы зафиксировали, что они против. Понимаете? А вот это древо красивое, вот эту адвокацию, которым у нас обучают на семинарах, мы не выполняем, просто не выполняем. Понимаете? Вот я за что. И я на весне смотрю все эти обращения, и самое интересное, там вот эти обращения у вас есть, подписываются одними, теми же организациями, но я не вижу ответов, я не вижу вот этой адвокации, я не вижу совершения этих действий. Понимаете? А то, что пишутся литературные доклады, прекрасно. Разве я говорила, что я против? Но я бы хотела, чтобы мое государство, это мое и наше государство, там выглядело достойно. И я хочу, чтобы вот эти четыре года, чтобы они обязательно снова представили доклад, обязательно, чтобы они там были, и выглядели более достойно. А что значит более достойно? Ну, вы же прекрасно понимаете, чтобы выполнили хотя бы что-то с этих рекомендаций. И это будет более достойно. Понимаете? Ведь более достойно, это, как говорится, не лучший костюм, или там лексикон поменялся, а более достойно, это выполнение вот этого. Там же вот этого ждут. Понимаете, о чем идет речь? Я просто не стала это расшифровывать. Вот так уже конкретно. Даем рекомендации участникам нашего сегодняшнего круглого стола принять участие в тех или иных формах активности, которые прозвучали. Это адвокационная кампания по закону о мирных собраниях. Контактная персона здесь, наверное, будет Наталья. И в целом весна. Есть ресурс Hot Buy, там много разных материалов есть по этой теме, можно включаться в работу. Включение в работу кампании по против смертной казни. Это тоже ПЦ весна. Учитывая то, что говорил Роман, что можно начать с достаточно таких небольших шагов, попытаться хотя бы заставить власть исполнять то, что говорит комитет по праву человека ООН относительно приостановки расстрельных приговоров на тот момент, пока идет рассмотрение дела в комитете по праву человека ООН. Участвовать в написании альтернативного доклада к 2022 году. Я так понимаю, что это БХК, БАШ, Весна. Там, там, сегодняшний коалица включает игр в 11 организаций. То есть это большой перечень, небольшое количество людей, которые в соответствии с тематикой организации участвуют в его сотрудничестве. И если кому-то из вас интересно, то можно просто по тематике подключаться к тому, что делают эти организации и участвовать в написании этого доклада, который будет представлен туда же, куда будет представлен государственный доклад, и они между собой будут соревноваться, где тут больше правды, скажем так. И работа, которую ведет Олег, межведомственный план, изменения в нем. Там действительно очень большое пространство для включения правозащитников, потому что он охватывает достаточно широкий спектр прав. И не только свободу выражения мнения, поэтому можно посмотреть, где там ваши интересы залегают в этом плане и тоже включаться туда, сличить его с этими окончательными замечаниями, которые дал Комитет по правоначалу и, собственно говоря, просить, требовать, доводить до сведения чиновников, что эти моменты тоже должны быть отражены в межведомственном плане. Вот, наверное, собственно, все, что я хотел сказать по этой теме.